Нет ничего сложного в том, чтобы животным из приюта подарить любовь, внимание и заботу. Погулять с собакой, поиграть с кошкой, привезти корм или перевезти на счет питомника и одной суммы денег – все это в ваших силах. Вызов принят. Кто-то обливается холодной водой или замирает, подобно манекену, а кто-то делает добрые дела и передает эстафету. Любители животных из Иваново создали челлендж, который захватил всю страну и назвали его «Добрый вызов». Суть проста и бесхитростна, как все гениальное. Нужно помочь четвероногим в приюте или просто на улице и записать свое обращение на телефон. В завершении видео необходимо передать эстафету. Что мы сделали? Мы взяли вот этого нашего милого и прекрасного друга. Знакомьтесь, это лис. А теперь мы бросаем вызов. Мы передаем эстафету нашим друзьям. Записав однажды подобные обращения, эти студентки разных Ивановских вузов прониклись добрым делом настолько, что теперь в приюте ЗОО 37 они частые гости. Рассказывают, подарки для хвостатых привозить вовсе не обязательно. Важно приехать самому хотя бы на пару часов, чтобы подарить животному заботу и тепло. В приют, мне кажется, надо приезжать каждому человеку и помогать животным, потому что это не то, что для себя полезно, а для этих милых созданий, что это им помощь и забота о них, которой им так здесь не хватает. Этого угрожающего на вид пса породы Каны Корса бывшие хозяева привязали к столбу и бросили. Неудивительно, что у животного теперь проблемы с доверием. Джеку, так назвали собаку в приюте, нужен куратор. Человек, который будет с ним гулять и общаться, возвращая ему веру в людей. Таких животных, нуждающихся в социализации, в приюте по подсчетам больше 30. И если модные видеовызовы вовлекут молодежь в добровольчество, здесь будут только рады. Тут будет уже результат. Вот был щенок, он не умел ходить на поводке, он боялся, он не подходил к людям. И тут он, как говорится, вот уже спокойно людей воспринимает, ходит рядом на поводке, то есть у него уже, ну будем так говорить, стопроцентная гарантия, что он себе, как говорится, приобретет хозяина. Возраст волонтера не играет роли. Главное – желание и немного свободного времени. Студентам сельхозакадемии здесь особенно рады. Четырем сотням питомцев ЗОО-37 регулярно нужна ветеринарная помощь. Добровольцем по линии ветеринарии может стать любой человек, у которого есть желание общаться с животными, именно в ветеринарном плане общаться с животными, кто стрессоустойчив, не боится выполнения процедур, в первую очередь не боится животным и готов им помочь в плане оказания помощи. Здесь, естественно, нам бы очень помогли студенты. Волонтеру ответственному за социализацию четвероногих нужно животное к себе расположить, лаской и заботой заслужить его доверие, собак приучить к поводку, кошек к рукам. Дело на редкость благодарное. К челленджу «Добрый вызов» присоединились уже три Ивановских вуза. Не просто здесь надо приехать и просто создать какой-то видеоролик и выложить это в интернет, это не то. Самое главное – подача. То, что ты делаешь, это доброе дело, а не просто это заснимаешь на камеру. Это да, это важнее. Потому что если мы все потихоньку будем участвовать в этой акции, хотя бы, да, по причине того, что это модно, что это популярно, но по этой причине мы сможем помочь многим животным. Чтобы волонтерам было удобно, директор ЗОО 37 организовала бесплатную маршрутку от площади Пушкина до деревни Кадниково, где и располагается приют. Курсировать она будет в выходной раз в две недели. Добровольцев привезут в 12 и увезут обратно в 4 часа дня. Быть волонтером теперь не только благородно, но и удобно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.